Я приветствую всех, кто смотрит Культ Товары. В знаменательную дату, 80-летие со дня рождения народного артиста СССР, лауреата Государственной премии, лауреаты премии Ленинского комсомола Юрия Богатикова вместе со всеми почитателями его таланта отметили луганчане. О том, как это было, в сюжете Екатерины Тыриной и Александра Шупира. Кто такой Юрий Богатиков, людям старшего поколения рассказывать не нужно. Он стал любимым певцом миллионов. Его голосом восхищались, а самого артиста ценили за простоту и искренность на сцене. Юрий Богатиков известен нам как знаменитый эстрадный певец, народный артист Советского Союза и Украины, исполнитель задушевных песен «Когда усталая подлодка», «Русский вальс», «Весна 45-го года», «С чего начинается Родина». В своей жизни он выбрал путь служения настоящей песне и романсу. Он настоящий артист был в том плане, что он пахает, и он понимал, что нужно людям. И если он был настолько искренним, вот поэтому его и любили люди. Не только простые люди, его все, все в категории, но все с огромным уважением к нему относились. Конечно, природа его наградила щедро, таким богатейшим голосом, очень щедро. И сейчас редко такие голоса встречаются. В жизни, как на долгой ниве, всякое бывает. Судьба подготовила для артиста немало испытаний. Юрию Иосифовичу пришлось познать тяготы эвакуации в годы Великой Отечественной войны. А в 1951 году призван моряком на военную службу. И, конечно же, не может не петь. Участвует в ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок печи вся улица сбегла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая, любимая стала. Творческий дебют Юрия Богатикова состоялся в 1969 году. Тогда артист выступил на телевидении с песней «Спят курганы темные». В его исполнении строки о шахтерском труде зазвучали по-новому. Артист сразу же покорил сердце своего слушателя. И многие авторы стали писать специально для него. Он был знаком со всеми почти композиторами. Все для него писали произведения. Он исполнял эти произведения. Вообще, это был очень хороший, добрый, милый, отзывчивый человек. Юрий Богатиков – гордость Луганского края. 29 февраля первому народному артисту Украины исполнилось бы 80 лет. Торжественный митинг, посвященный юбилею сына шахтерского края, собрал луганчан у дома, где когда-то жил и творил Юрий Богатиков. Гости почтили память талантливого земляка, на песнях которого выросло не одно поколение. Это была личность, которая много сделала для развития города Луганск, Луганской области, для развития культурной общественности города Луганска. Поэтому, я думаю, его все помнят и хорошо знают. Юрий Иосифович Богатиков прожил богатую, можно сказать, кипучую жизнь, которая является образцом не только для молодого поколения. У нас, у людей, будем говорить, старшее поколение, он оставил в душе неизгладимое впечатление. Он поднимался по ступенькам творческой жизни так же уверенно, как и его герой, вышедший в степь Донецкую, парень молодой. Более десяти лет своей жизни Юрий Богатиков посвятил родной Луганщине. Эти годы стали его восхождением к славе. И всюду его репертуар более чем из трехсот произведений слушали с восхищением. Эти песни были наполнены патриотизмом. Он был флагманом нашего Луганского края. Он пел патриотические песни и пел так, как никто не пел. Кто не из Донбасса, тот не с нами. Почтение памяти артиста продолжилось в стенах Луганской областной филармонии. Праздничный концерт перенес слушателей в далекие шестидесятые. Тогда артист работал солистом в Ворошиловградской филармонии. За время работы сцена для Юрия Богатикова стала настолько близкой, что он не мог представить своей жизни без нее. «Хотите увидеть счастливого человека? Посмотрите на меня», – любил повторять он. Когда народный артист выходил на сцену, зрители, затаив дыхание, упивались его творчеством. Сила его была не только в голосе, но и в душевности исполнения. 40 лет назад его песням аплодировали так же громко, как и сегодня. Песни в его исполнении звучали в Германии, Франции, Польше, Колумбии, Перу, Кубе, более чем в 20 странах мира. Ни один финальный концерт «Песни года», начиная с 1973-го, не проходил без участия Юрия Богатикова. Его улыбка обогащала самыми светлыми чувствами и позитивными эмоциями. Во время концерта солисты областной филармонии и камерный инструментальный ансамбль «Киевская Русь» возродили дух великого исполнителя. На сцене одна за другой лились знакомые, родные сердцу каждого мелодии, которым подпевал весь зал. Юрию Богатикову удалось завоевать и международные признания, и всенародную любовь на своей земле. Мы чтим память и гордимся именем сына Луганского края. Небо я лез, замерзал я под снегом, Я лишь живой выходил из окня, Вот и зажглась запоздалая нежность, Словно подснежник в душе у меня. Блудный твой сын, твой мальчишка упрямый, Ходит по свету в одно-то дорогу. Блудный твой мальчишка упрямый, Не остудив свое сердце, сынок, И крика мне опять повторяет, Чистая боли, боли, повторяй, Эткой бьется, Качнув, повторяй, Не остуди свое сердце, сынок, На этом все. Смотрите Культ Товары, Интересуйтесь театром, А я с вами прощаюсь. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok